Здравствуйте, пожалуйста. Ну что, если чиновникам местных администраций пока не удается навести порядок на вверенной территории, на помощь придет зима. Даже раньше срока. Первый снежок нежно припорошил колдобины на дорогах и тротуарах, спрятал мусор и стихийные свалки. А яркая белизна покрывала, придала Крыму приятную свежесть и чистоту. Коммунальщики было порадовались тому, как все благолепно и даже празднично. А снег взял да и растаял. Ну что, перекур отменяется. Тем более через месяц к нам потянутся многочисленные гости. Да какие! Все больше знатные и богатые. Как показывает география выкупленных билетов, новогодние каникулы у нас проведут жители Москвы, Питера, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Сургута. Им подавай все в лучшем виде. А у нас, например, в Симферополе, как говорится, пока не очень-то. Так что теперь вся наша надежда на нового мэра Симферополя Наталью Маленко, которую в едином порыве избрала и благословила уважаемое депутатское сообщество. Наталья Федоровна на предложенную высокую честь ответила кратко и четко, как и положено солдату своего отечества. И это вселяет в нас надежду, что выбор депутатов точен и обдуман. Мне тоже ее жалко! Единогласно! Для Натальи Федоровны окончание монументального ремонта городских магистралей и подготовка столицы к Новому году станет первой проверкой на прочность. Коллеги из других регионов России щедро делятся с новым мэром Южной столицы и опытом управления чиновничным коллективом, ну и, конечно же, решением проблем в беспокойном хозяйстве. И мы очень верим, что вот, наконец, в Симферополе наступит эра процветания и благополучия. Надо только чуть-чуть подождать, и мы увидим небо в алмазах. Но так мы уже столько ждали, что теперь, что ж, не потерпеть еще какое-то время. Зато потом уж насладимся и погордимся и отдохнем. Вот оно, каким будет счастье-то наше. Мы отдохнем! Мы услышим ангелов! Мы увидим! Все небо в алмазах! Да, все так и будет. А пока в стране полно других новостей, но через одно сообщение, связанное с Крымом. Причем самое разное. Да вот, навскидку, крымские и китайские ученые взялись сотрудничать самым серьезным образом. А ракетчики Черноморского флота дали такой залп на учениях, что американцы притихли и поняли, на Черном море им делать нечего. Если жить хотят, конечно. Киевские дебилы опять бредят про то, как они сурово властвуют на полуострове. Причем прожекты сыплются со всех сторон. Они там просто соревнуются, у кого мозги совсем в смятку. Из Москвы им доходчиво ответили. Но, скорее всего, это бессмысленно. Киев ничего не слышит и не видит. А еще крымские власти надеются, что ЮНЕСКО обратит внимание на Южный берег, как на объект мирового культурного наследия. И оно того стоит. Вот только надо очистить республику от жулья, которая обгрызает наше богатство со всех сторон. Суд посчитал, что рано еще выпускать бывшего вице-премьера Нахлупина, пусть пока посидит. А все, что нажил подозреваемый во взятке в 5 миллионов рублей, надо взять под присмотр компетентных органов. Мало ли что, сами понимаете, с кем приходится иметь дело. И еще бывший замминистра тоже пусть пока отдохнет на нарах и подумает, до чего доводит нездоровая страсть к деньгам. За расчищение народного имущества 10 лет. А чего ты расхищаешь-то? Подумаешь, раз в год гнилье какое-то принесет и газет читать не может. Тюрьма ему снится. Хе, дура какая. Все эти новости и события сообщают Крымские и Федеральное информагентство. Со ссылками на официальные источники, с цитатами, фотографиями и другими, так сказать, элементами объективной подачи информации. А вот в социальных сетях текут тухлые ручейки из слухов, домыслов и откровенного вранья. Там тоже упоминаются все эти новости, но лишь с одной целью – унизить власть, бросить тень на страну и опорочить конкретных официальных лиц. Кто наполняет эти ручейки безграмотными текстами? Трудяги черного пиара, блогеры на зарплате, так называемые сливные бачки и добровольные помощники киевского агитпропа, а также просто неудачники, у которых не сложилась чиновничья карьера. Все они вытянулись в соцсетях в гнусавую пятую колонну, которая уныло бредет в надежде на 30 сребреников. Но крымчане им не верят, оттого они еще больше сатанеют и радуются лишь поддержке от киевских единомышленников. Вот такие они – злобненькие сетевые пиратики. Нужно изменить самые важные слова. Например, «пират» будет означать «справедливый человек». Если кто-нибудь скажет, что я пират, это будет означать, что я справедливый человек! Если бы мы реагировали на каждый бандеровский чих, то ни на что другое не хватало бы времени. Депутата Рады Тараса Черновола вдруг сильно переклинила. Он возомнил себя маленьким Гитлером и возопил с трибуны. Блиц, крик, драх, нах, остын и софоевать Москвау. Так и сказал этот помпезный дебил. Извините за слово «помпезный». А в это время сведомые громадяны и пересеченные мешканцы натурально замерзают по всей Украине. Так и пишут на плакатах «Насмерть замерзаем, рятуйте». На дворе мороз, а отопления нет в населенных пунктах Черкасской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях. В других регионах немногим лучше. Даже Киев мерзнет, а его жители греются на улице вокруг бочек с огнем. И пытаются докричаться до великого боксера Виталия Кличко, который мэр столицы. Типа «включи котельные, гад ползучий, дети и жены окоченели». И мэр-боксер слышит эти голоса. И, как обычно, заботливо согревает своих сограждан горячими афоризмами собственного умственного сочинения. А вот становится ли в студенном Киеве теплей от мудрости и божевильного мэра Цицерона, кто знает. Зима же набирает обороты. Ну а нас погода радует. Пусть будет и снег, и мороз. Скоро Новый год. Встретим весело, благодаря хорошему труду крымчан. Соцопросы показывают, что две трети россиян вполне довольны длинными каникулами. Ну и правильно. А на сегодня у меня все. Удачи. И всегда смотрите Первый Крымский.